Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, как построить границы для найти работу. Я зачиняю стыки к песню, но не могу продать, не знаю кому. Как сделать высокую цену оценку, стесняюсь разговаривать в интернете на прямом эфире и выставлять видео. Что делать? Ну, во-первых, определить, пожалуйста, что проблемы определить. Это первое, что нужно сделать. Определить проблему. То есть, если у вас проблема заключается в том, что у вас страх, например, публичного выступления перед аудиторией, например, то, соответственно, работать с ним. Если у вас страх такого плана. Если у вас какой-то другой страх, ну, допустим, вот, там, к примеру, чего-то другого вы боитесь, допустим. Или вот есть, к примеру, проблема с самооценкой, допустим, у вас. То есть работать, ну, работать немножечко в другом направлении, да? Ну, сначала, как мне кажется, крайне желательно, сначала крайне желательно найти проблему. Вот, ну, как бы, корень, ну, как бы, корень проблемы. Увидеть корень проблемы. Ну, вот. И уже дальше, исходя из этого корня проблемы, решать, как вам двигаться. Вот. А сейчас, по моему мнению, по моему мнению, ваш вопрос, это, вот, знаете как, смесь, как будет тебе смесь, у себя, у всех, или какой-то части, ну, вот, я бы сказал, о проблемах. Как построить границы, как поднять, как поднять, значит, самооценку и так далее, как найти работу. То есть, в этом смысле, вы, получается, просто, ну, как бы, смешиваете все в одну. Вот. Что, на мой взгляд, не является чем-то хорошим для вас. И так, как построить границы? Ну, начать отделять себя от других людей. Где я, где, где ты. Где то, чего хочу я, где то, чего хочешь ты. Вот. То есть, ну, согласитесь, согласитесь, да, это, вот, не сказать, что было. Так уж, прямо, сложно, да, это сделать. Вот. Да, это, это требует определенную поддержку, это, ну, требует определенного, навыка, конечно, конечно же. Вот. Но это, в целом, в целом, на мой взгляд, не сказать, что, чтобы очень было сложно. При условии, если вы действительно хотите этому научиться. Можно почитать книжку автора Сталсенда, которая называется «Стена». Где найти работу? Ну, психологи на это обратно не отвечают. Я сочиняю стихи к песням, но не могу продать не знаю кому, как сделать высокую самооценку. Ну, я думаю, что здесь вам, наверное, нужен маркетолог-консультант. Ну, вот, как минимум, раз вы не можете продать свои, ну, свои работы. Вот. Опять же, маркетолог-консультант, не психолог как таковой, да, это первое. Это первое, на что хочется обратить внимание. Вот, это первое, и второе, это то, что, вот, отвечая на ваш вопрос, например, как поднять самооценку, да, отвечая на этот вопрос, я мог бы задать вам такой встречный, ну, встречный вопрос. А что сейчас вашу самооценку занижает? Вот. Ну, конкретно, конкретно. Вот. Что конкретно, сейчас, на данный момент, вашу самооценку занижает? Вот. И если что-то, что, вот, ее как, ну, ее как-то занижает. Вот. То есть, если вы себя обесцениваете, да, вот, ну, каким-то образом, да, если вы себя обесцениваете, то нужно постараться увидеть, как именно вы это делаете. Как вы себя, как вы себя обесцениваете, вот, за счет чего вы себя обесцениваете, если вы себя, ну, если вы себя обесцениваете, да, вот. На это нужно обратить внимание. Самооценка, это, ну, как видно, в принципе, из названия, да, из слова, вот, это то, как я себя оцениваю. Вы, почему-то думаете, что способны себя оценить. Вот. Ну, то есть, вы пытаетесь себя оценивать. Вы пытаетесь себя оценивать. Вот. Ну, с какой позиции вы себя пытаетесь оценивать? Вот. Это, на мой взгляд, очень хороший вопрос, потому что, если вы, ну, приблизитесь немножечко к этому аспекту, вы увидите, что вы себя оцениваете, в общем-то, в позиции, ну, других людей. Вот. А вы себя оцениваете именно с позиции других людей, то есть с позиции тех, кто вас оценивает, как вам. Вот. Вот. Ну, это, как минимум, иллюзия. Вот. А, ну, как минимум, это иллюзия. А, как, 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 как максимум, это, в общем-то, прямой вред себе. Вот. То есть, вы себе прямо вредите таким образом. Вот. Понимаете, да? Ну, я надеюсь, по крайней мере, по крайней мере, надеюсь, что вы понимаете этот момент и постарайтесь увидеть, что, чтобы отойти от самооценки, да, нужно больше, больше внимания уделять именно тому, что вам нравится. Вот. Да, и самооценка у вас будет подниматься. В отличие от текущего состояния, когда вы, когда, ваша самооценка не поднимается, а наоборот, опускается именно потому, что вы себя чувствуете. Сравниваете на постоянной основе с другими людьми. Дальше. Стесняюсь разговаривать в интернете на прямом эфире, выставлять видео. Ну, что делать? Ну, это, вот, стыд. Это стыд. Это стыд. Это стыд. Это стыд. А стыд является следствием, вот, я бы сказал, значит, подавленной волосы. Стыд является следствием некоторых подавленных эмоций, некоторых подавленных переживаний. Вот. А в частности, например, стыд является следствием подавленной агрессии. Да? Вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Вот. Но тут нужно смотреть. То есть, в том числе того, чтобы работать со стыдом, со стыдом, да, и, ну, корректировать этот момент. Помимо этого. Еще крайне важно, конечно же, увидеть, что вам интересно. То есть, ну, вот, вы говорите, мне стыдно разговаривать, там, в интернет. А что вы в этом смысле пытаетесь сказать? То есть, ну, то есть, грубо говоря, что вы хотите сказать людям? Да? Как? Вот. Насколько ценной вам чувствуется эта идея, вот, которую вы пытаетесь, донести, вот, до, ну, допустим, до людей, до людей, да? Вот. Это вам тоже очень важный момент. Вполне возможно, что, ну, как бы, ваш стыд как раз, как раз, связан именно с этим. То есть, то, что вам стыдно, связано с тем, что вы не очень понимаете, что вы хотите сказать. Не чувствуете ценность своей идеи, которую пытаетесь донести до людей. И, соответственно, это может вызывать вот такие, ну, такие эмоции, условно говоря, у вас. Поэтому тут нужно тоже смотреть. Смотреть и разбираться. Нужно разбираться с этим. Вот. Понимаете, да? Так вот. Дальше. Самый лучший способ вам помочь, это будет вам обратиться на психотерапию. Вот. Сейчас если вы обратитесь на психотерапию, если вы поработаете, значит, ну, над собой, вот. И я думаю, что в этом случае психолог сможет решить все ваши проблемы, вот, которые у вас есть, так или иначе, вот, ну, со временем. Вот. Понимаете, да? Какая штука. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращать вам помощь, вам она пригодится.